Субтитры делал DimaTorzok Хотела со своим дружбаном, как его называется, пообедать здесь быстренько в боксе, но, к сожалению, говорит, только в 2 часа освободятся. Говорит, есть 20 минут только, чтобы сделать аперитив и всё. Ну, я пока посижу, подожду на солнышке, какие-то белые облака надвигаются, потом быстро побегу, куплю себе шапочку. Так как у Мелисы голова большая, ей тоже, наверное, подойдёт такая шапочка. Они остались чёрные и фуксия. Чёрные мне не нравятся, вот фуксию я бы себе взяла бы, чтобы их контраст носить с чёрными вещами. Вот такая вот жизнь. Каждый год сжигали вот на этом, пратоделовали, огромную бабки старого года, как называется, куклу бабки. Они сжигали, что, по-моему, сжигается негатив прошлого года, да, не знаю, короче, что это у них за, у итальянцев исторический церемония, ритуал, праздник. Но детям приносят чулки с конфетами, с подарками или с углём, если плохо себя вели. Поэтому после обеда я куплю тоже для Мелисы какой-нибудь подарочек. Естественно, я и не буду покупать конфеты, куплю ещё что-нибудь полезное. Вот хотела с неё сегодня, все магазины открыты в центре, хотела с неё сегодня пробежаться по магазинам, купить ей вот эти вот джек с кеды, с пайетками детские. Но, к сожалению, её со мной не будет из-за этого насморка, из-за позитивита её дедушки с другой стороны. Поэтому, ну, на улице можно посидеть с маской, на улице можно посидеть на солнышке, ничего страшного. Ну, против солнца, наверное, не очень-то видно. Ну, вот встретились друзья с собачками. Вот эта вот собачка, как барашек, мне нравится. Не знаю, видно вам или нет. Видите, вот все сморкаются, но всё равно выходят. Уже вот здесь сижу, столько людей сморкаются. Вот такие вот и ходят, и заражают потом всех подряд. Помните, в Куртина, я рассказывала, были пиццерии, и вокруг меня все сморкались. Это вообще нечто. Вот такая омаронка. По сафари. А, бело. Какой белый сухий, с тобой? Так. Какой? Вот такая омаронка. 14 градусов. 14,5 градусов. Какая интересная парочка. Элегантная такая. Говорят, что только внутри есть. Но внутри я не буду, конечно, сидеть, потому что внутри очень темно, очень опасно, очень мало пространства, потому что это был просто бар. Видите, внутри бокс. Мы здесь много раз обедали раньше с хирургом. Так, против солнца посмотрим. Боже, наконец-то солнце. И такой свежайший воздух, потому что, наверное, 10 часов шел дождь. Всю ночь. После обеда вчера началось 5 часов вечера. И до утра дождь, дождь, дождь. И все вот прям промыло весь этот туман. Всю эту сырость промыло. И солнышко сейчас вот печет. И прямо вот высыхает земля, высыхает. Ой, девочка в лимонном. Видите, тоже вот шапочка фуксия. Вот такой вот шапочку пинка. Я себе хочу купить за 60 евро. Для разнообразия. Видите, какой лимонный цвет пальто у девушки. Девчонки такие, тренди. Это у нас туристы, которые, видимо, приехали на Сан-Антонио. Ой, солнышко за облака уходит. Темно стало сразу. Ну, а так я себя прекрасно чувствую. Просто вот то, что было 37,5 и чуть-чуть болела голова, это меня забеспокоило. О, беспокоило. Да, да, да. И сегодня прямо вот такой, знаете, легкий ветерочек. В реальности в Падва никогда не бывало ветра. Но в последний год вот чуть-чуть иногда ветерочки бывают. Оттого, что ветерочков нету, поэтому, наверное, и туманы, да. Я не знаю, почему всё время туманы зимой в Венето, в Падва. Веченца, Верона, Падва, Венеция, Местре. Это всё время, всё время туманы. Вот в Тревизы чуть-чуть лучше, потому что они чуть-чуть ближе к горам. Вот такие вот все тусуются. Выходной день, феста. Всем здоровья и добра. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Девчонки не успела снять девчонку такую в чёрном. Высокая блондинка. Total Black. Как жаль. Что за такая розово-серебряная курточка. Красивая пара. Пратта делавали по Адва. Солнышко потихоньку уходит. Ой, как хорошо, что я хоть часок посидела на солнышке. Вы представляете, все столы заняты. Уже люди приходят. И нету мест на улице. Но я допью вино. Видите, вот эти два места, которые я сидела, заняты. Самые такое солнечные столы. А внутри я не хочу ни пить, ни есть, ни обедать. Потому что не хочу заражать других людей. И мы решили взять домой гамбургер. Раз уж так, всё уже пренотато. Всё уже было заполнено. Все эти места на солнышке было заполнено. Я внутри не хочу заходить. Внутри не хочу заходить. Потому что очень опасно. Потому что я не хочу заражать никого. Плюс, так как у меня нету ковида, кто-то может заразить меня в маленьком баре, ресторане. Мы решили взять домой с собой два гамбургера. И лучше дома на террасе, на солнышке. Но солнышко тоже уходит. Мы спокойно пообедаем. Раз нету места здесь. Сказали, если хотите обедать, то должны вернуться в два часа. Два часа освободиться. Нет. Девчонки, народу дофига. Все гуляют. Надо от всех держаться подальше. А, мне надо ещё купить молоко и мёд. Не молоко, а вот сливки. Девчонки, добрый день. Какой прекрасный солнечный день. Наконец-то солнце. И будет целая неделя солнца, солнца, солнца. Смотрите, как живут итальянцы в центре. Кусты спрятались под зимой. Под этими пластиками. Цветочки, лимоны. Я дышу солнечным воздухом. Как жаль, что я не увижу сегодня Мелиссу. В праздник детей. Ёлки-палки. Девчонки, сижу и греюсь на солнышке. Я на солнышке сижу и на солнышко гляжу. Я сижу и сижу и на солнышко гляжу. Ну, что сказать. Наконец-то лучистое-лучистое солнышко. Жаль, что нет со мной Мелиссы. Но всё равно хорошо. Уже всё прошло. Никаких головных болей. Я сегодня никаких аспиринов, процитамолов не принимала. Вроде проходит. Была, наверное, обычная простуда из-за вот этих вот сырых, туманных, дождливых, холодных дней. Девчонки, смотрите, что я нашла внутри моего пальто. Девчонки, смотрите, что я нашла внутри моего пальто. В кармане этого пальто от Пинка, жёлтого, была маленькая дырка. И в эту дырку год назад, оказывается, выпала эта кисточка для помады для губ, которые уже больше не выпускают. И, представляете, сижу и думаю, что такое твёрдое есть внутри пальто. И нашла кисточку для губ. Сейчас сделаю вам. Видите? Она вот так вот открывается. от Шанель. Вот это, конечно, не свой колпачок. Я просто колпачок потеряла и пристроила тут колпачок от Кристиан Диор карандаша. Вот такие вот штучки, дрючки происходят с карманами. Видимо, также выпали мои два кольца. Положила, видимо, в карман. Пальто уже дырявое, и они выпали в Куртина. Смотрите, как красный цветочек расцвёл на солнышке. Сижу на солнышке, греюсь, как воробышек. Всё прошло, никаких болей, никаких болезненных состояний. Никаких лекарств сегодня не пила. Это всё-таки просто простуда. После сауны, видимо, замёрзла голова в тумане. Продолжение следует...